Приветствую вас. Я думаю, что основная проблема заключается в том, что есть какое-то чувство вины и какая-то неуверенность в себе у вашей жены, с одной стороны, и с другой стороны, есть ваше такое вот в некоторой степени стереотипное восприятие того, что должен делать мужчина, то есть вы, как вы говорите, впахиваете на работе, да, очень много работаете и ждете того, чтобы жена вас, ну, ни много ни мало благодарила, как это видится мне, по крайней мере. И, на мой взгляд, это одна из ошибок, которые вы допускаете, потому что ваша жена, она не должна вас благодарить, а вы, по идее, занимаетесь любимым делом, ну, то есть, вот, любимым делом для вас, да, для вас любимым делом вы занимаетесь, которые доставляют вам удовольствие, то есть, условно говоря, вы не устаете, условно говоря, вы не должны уставать от того, что делаете. Вот, вам не должно быть тяжело, у вас не должно возникать такого чувства, что, ну, что я, там, впахиваю и так далее. Вот. То есть, это такой момент, и мне кажется, что, вот как минимум, как минимум, на эти аспекты стоит обратить самое пристальное внимание. Далее, вы пишите, мы недолго встречались, поехали на отдых, моя будущая жена залетела. Ну, понимаете, Иван, вот, когда вы, именно вы, говорите о том, что, дескать, вот, моя будущая жена залетела, то мне представляется, ну, несколько странным, что вы, что вы говорите про ее залет, но при этом ничего не говорите о том, что в известном смысле именно вы повлияли на это. То есть, вы тоже являетесь причиной того, что она, условно говоря, залетела. Так почему же вы не берете, в этом смысле, ответственность на себя, а берете, послушайте, перекладываете ответственность за то, что она, значит, залетела, на нее подлагает ответственность за то, что только. Вот. Я не думаю, что это конструктивная позиция в данном случае. Дальше. Через пару месяцев я сделал предложение. Опять же, для вашей жены очень важно, как и для любой женщины, очень важно, чтобы предложение было сделано ей. То есть, именно, чтобы ей было сделано предложение. В вашем же случае ситуация такая, что она, вероятно, чувствует, или, может быть, допускает, что вы сделали ей предложение только из-за того, в том числе, что ребенок появился. А это достаточно, ну, такая негативная история для женщины. Это бьет ее по самолюбию. Дальше. На момент первой нашей встречи у жены был ребенок полтора года от гражданского брака. Иван, я полагаю, что, принимая такую женщину, вы принимаете некоторые ее проблемы, которые у нее есть. То есть, мы сейчас говорим, мы сейчас говорим без обвинения. Я надеюсь, вы это понимаете. Мы сейчас говорим без каких-то вот таких, значит, стереотипных суждений. Но мы должны понимать, что если у жены есть ребенок от гражданского брака, то, скорее всего, в ее отношениях с мужчинами, да, есть какие-то проблемы. После свадьбы я активно работал, без всего, чтобы сделать, значит, ремонт в новой квартире. Понимаете, вот, когда вы говорите, что я активно работал, да, активно работал, вы подразумеваете что? Что вы, по сути, мало уделяли времени жене. Вы мало проводили с ней время. Вы отдалились от нее. А она в это время думала, и думает, что вы отдалились от нее под предлогом работы. Значит. Только потому, что не хотите быть с ней. К примеру. Вот. Понимаете? То есть вы, вероятно, сами отдалились от нее в работу. И отдалились, вероятно, не просто так. То есть, очень редко, когда человек сознательно отдаляется в работу, теряет связь с близкими. Если вы потеряли связь с своей женой, отдалились с работы, значит, вы хотели отдалились с работы, потому, что вам было с ней, ну, вот, видимо, как-то некомфортно. Некомфортно. И вот мы через три месяца после свадьбы заехали в новую квартиру с ремонтом без мебели. И какое у вас к этому отношение? Как вы восприняли тот факт, что вы заехали в новую квартиру без мебели после трех месяцев? Ну, вот, спустя три месяца после свадьбы. Вроде все счастливы, но мы, ну, как-то мы не близки. А как тогда счастье проявляется? Ну, как тогда вы определяете, что вы счастливы? Дальше. Я чувствую, что жена близко общается с первым реберком, я на втором плане. То есть, вы ревнуете. Это как получается? Получается, вы реберка ревнуете. Ну, это, мне кажется, больше к вам вопрос. Вы так не считаете? Почему вы ревнуете свою жену к ребенку? Может быть, вы и ребенка никогда ее, как такового, не принимали до конца? Ну, это вот такой момент, который, мне кажется, нужно исследовать. Какое у вас отношение? То есть, знаете, вам нужно сблизиться с ее ребенком. Тогда вы, соответственно, сблизитесь с ней. А она считает, что если она подумала, что вы не принимаете ее ребенка, то, соответственно, и ее тоже не принимает. Плюс ко всему чувство вины. Чувство вины перед ребенком, может быть, перед вами, там, и так далее. Занависит от ее психологического портрета. Дальше. Ходим вместе отдыхать в аквапарк, с детьми, съездим летом на море. Все прекрасно. Нет близости, жена спит с первым ребенком в другой комнате, я, другой, с своей дочкой. Говорит, что по-другому дочь не засыпает. Ну, это, по сути, избегание близости. То есть, это, по сути, это барьеры определенные. Страх. Страх близости. Нужно только определить, у кого? У вас или у нее. Но пока я рекомендовал бы вам, ну, с тобой проводить и, вот, ваши отношения с близкими, как дом, разобраться. То есть, путь к женщине, лежит через ее детей, в данном случае. Так, иногда, когда раз в месяц, первого ребенка забирает ее отец на пару дней, бывает у нас биться на кровати, иногда нет. Говорит, устала. От чего устали? Тут нужно предложить ей помощь. Если мне нужен секс, мне приходится охотиться на жену, вытаскивать ее из кровати, когда я ребенку услышал, а ей секс, секс не нужен? То есть, как бы, это у вас не обговорено, значит, охотиться. Вот вы заранее не обговорили, как все будет, как все происходит. Вот. Бывает, ходим в кафе вдвоем, зря, там нет близости, как когда в свадьбе. А что произошло? То есть, в какой момент близость вы потеряли? Что определяло близость поначалу? Вот это нужно исследовать. Спостоянно выговаривали, что я закрываю, что живут на подъебе, там мне никто не нужен. Хотя, с моей точки зрения, я впахивал, чтобы обеспечить семью. Ну, вот впахивайте именно это, наверное, работать нужно меньше, работать нужно меньше, обеспечивать семью нужно меньше, но больше, соответственно, как бы, больше освещать времени в семье. Ну, вы ходите впахивать, потому что вы от чего-то убегаете, вам что-то не надо, вы себе что-то запрещаете здесь. Дальше. Люблю играть, если не подзаработаешь, жалуются на какие-то отношения, говорят, что у нас нет отношения, что я грубо, если не хватает меньше. Ну, только... Это её претензия. Вы посмотрите, что можно сделать. Когда вы говорите, что на какие-то отношения, жалуются, что вы обесцениваете отношения, вам не кажется здесь? А вы всё-таки говорите, что буду искать меня на нашей стороне, что мне надо поехать, поехать на ту клуб отдохнуть. Это она вам говорит или про себя? Стоит мне по нему другое три месяца посидеть в кубаке с друзьями, я приезжаю ночью домой, утром мечтает надаться, что мне никто не нужен, я живу один и опять по-новому. Ну, так... Потому что вы ей, вероятно, не объясняете, вы не прислушивайтесь к её желанию. То есть, вы сядете, например, и спросите, чего вы хотите? От чего вы хотите? От чего ты хочешь? Что ты вообще хочешь? И как я могу это сделать для тебя? Например. Вот. Хотя бы как минимум. Посмотрите в интернете я в сообщении. Вот. Дальше. Так, что делать в такой ситуации? Чтобы что? Я хочу жить счастливой семейной жизнью. Смотрите, я хочу жить счастливой семейной жизнью, но не хочу жить своей. Иван, я так это считаю. То есть, для меня счастливая семейная жизнь больше имеет значение, большее значение имеет, чем, допустим, моя собственная жизнь. На мой взгляд, это неприемлемо, потому что счастливая семейная жизнь, она возможна только в том случае, если, только в том случае, если вы, значит, сами счастливы, сами по себе обустроены. Пока вы говорите, что я пакиваю, да, чтобы обеспечить семью, ну, я боюсь, что, я боюсь, что ситуация сложится крайне негативно. Для вас, по крайней мере. Вот, в принципе, наверное, так вот, можно вам здесь ответить. Дальше. Так, чтобы жена меня отречала на пороге, обнимала, словала, улыбала, сама ко мне ночью приставала, и сама ко мне проявляла нежность, а не букву смотрела на меня недовольно. Так, нужно смотреть, что жене нужно, и реализовывать. Это не работа, поверьте мне. То есть, здесь история в том, здесь история, история в том, что жене нужно, жене нужно. Внимание, вы это внимание ей не уделяете. Вот. Поэтому, соответственно, такая у нее и реакция на вас идет, к сожалению. Вот. Вот. То есть, здесь вот нужно смотреть. Здесь нужно смотреть, как и что вообще происходит. Как и что. Вот. Самое что. Я понимаю ваши претензии, но... Что бы. Жена, она ведь человек, и она, ну, если она не хочет вот этого делать, значит, наверное, у вас есть какие-то причины, если вас это все равно. Спросите себя, Иван, например, для чего мне вот это, чтобы она меня обнимала, словала, ну, и так далее, как вы себя чувствуете, если она этого не делает, допустим. Это, ну, на мой взгляд, это достаточно легко сделать. Вот. В целом, я думаю, что вам необходимо переориентироваться с того, что вы сейчас стараетесь обеспечить семью, да, и от чего вы убегаете. А, вам стоит переориентироваться с этого, на все-таки большее время проведения со своей семьей, а больше интересоваться тем, что нравится и интересует вашу жену. Вот. И, соответственно, идти по пути сближения с ее ребенком, чтобы она видела, что вы приняли, принимаете ее, ее ребенок. Ее ребенок. А вам необходимо больше уверенности и, соответственно, больше реализатора своих желаний и заявления о них в конструктивной форме. То, что вы пишете, что вам неприятно, что она смотрит недовольно бук, это, скорее, опять же, ваш дискомфорт, с которым тоже нужно разобраться, потому что она смотрит бук. Это ее ответственность, но если вы ни в чем не виноваты, если вы делаете все, как вы считаете нужным, то в какой, как бы, к вам, какие к вам, как бы, претензии в таком случае, да. То есть это, это нужно, опять же, исследовать, на мой взгляд, для того, чтобы лучше отдавать себе отчет в том, что происходит, собственно говоря. Вот. В принципе, так. То есть это вопрос не про жену, а про вас, про ваши отношения. Также это вопрос о том, что вас связывает, что у вас, что между вами общего. Это вопрос о том, как вы вели себя до свадьбы. Это вопрос о том, в какой момент близость ушла. Это вопрос о том, как вы изменились. Если изменились, а вы изменились, скорее всего, да. Но это вот такие вопросы, и на эти вопросы нужно найти ответ. На эти вопросы нужно ответить. И когда вы найдете ответы, когда вы разрешите свои собственные противоречия, например, почему вы в работу сбегаете, да. Пропущаете активную работу, явно теряя связь с вашей семьей. Ну, это уже будет более понятно. А также определите, какие отношения вообще с твоей женой вы выстраиваете. То есть, что это за отношения такие, как, как, что они из себя, образно говоря, представляют, и почему вы им говорите, что моя будущая жена залетела. То есть, не у нас, например, появился ребенок, да, не мы защищали ребенка, не мы там, не знаю, пренебрегли средствами защиты, а именно моя жена залетела. То есть, вы делаете ее ответственность за то, что произошло. Вот. Ну и, вот, личная ответственность, с разграничением ответственности, с тем, кто за что ответственный, тоже необходимо бы поработать. Вот. А если уходите, можно проконсультировать вас вдвоем. Обращайтесь. Вот. Вдвоем это было бы идеально. Пока что меньше внимания уделяете работе, больше внимания уделяете детям и жене. Интересуйтесь ей и вспоминаете, каким вы были, когда вот встретились до свадьбы. Давайте больше именно вести себя так, потому что жене вы понравились тогда именно таким. Вот. И через я-сообщение, почитайте про я-сообщение в интернете, выражайте свои желания жене. Вот. Можно применить активное слушание, если вот, ну, когда он смотрит на вас бук, и да, читает модации, вот, применить активное слушание. А слушание об этом тоже почитают в интернете. Вот. Это такой вот бесконфликтный способ вообще. Вот. Пока так. Пока так. Для более индивидуальных рекомендаций, я думаю, нужно побольше узнать о вас, побольше, значит, получить информацию, материал для анализа. Вот. Любые отношения, в принципе, можно гармонизировать с точки зрения эго-состояния. Вот. Ну, это, опять же, всё отдельно рассматривается и разбирается. Сперва нужно получить представление о том, что вы за личность, и если она за личность. Тогда, я думаю, можно будет выработать стратегию поведения. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...